В эфире телеканал ННТ новости. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Ковид никуда и не уходил. Эпидемиологическая ситуация в республике резко ухудшилась. Растет количество заболевших. Грязные пляжи, опасные турмаршруты и пожары. Что с этим делать в решальной заседании комиссии по ЧАЭС? Подробности через несколько минут. Вчера вам показывал, какой безобразный пляж у нас в Узбербаши. Спасательных служб нет, спасательных лодок нет, спасательных кругов нет. Так отдайте этот пляж в аренду предпринимателю. Подрядчик взял все расходы на себя. Подробности истории с неудачным взрывом в ходе ремонта дороги в Агульском районе расскажем в выпуске. Подрядная организация дана гарантией про очистки и восстановлению поврежденных надбогенных камней. Это поводы для беспокойства. Все у нас находится под контролем и поставлено на связи с главой обеспечением. В Дагестане выросло число новых случаев заболевания COVID-19. Об этом стало известно в ходе заседания Республиканского оперштаба. После непродолжительной стабилизации в последние две недели повсеместно вновь отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. По официальным данным госпитализировано 105 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них 14 детей, 24 пациента в возрасте старше 65 лет и 14 беременных. Для сравнения, месяц назад на стационарном лечении находился всего один пациент. Количество больных, получающих лечение на дому, за этот месяц увеличилось с 10 до 556 человек. Туристические группы теперь должны будут информировать службы МЧС за 10 дней до начала посещения опасных турмаршрутов. К такому решению пришли участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС, которое прошло накануне с участием главы Дагестана Сергея Меликова. О чем еще говорили и к чему пришли, расскажет Патимат Ханапова. В этом году с начала купального сезона в республике утонули уже 35 человек. Одна из причин – купание в несанкционированных местах. Глава региона обратил внимание присутствующих на то, что официальных и оборудованных пляжей должно быть больше. Я позавчера вам показывал, какой безобразный пляж у нас в Сбербаше. Это как раз то, о чем Нариман Махмудович говорит. Если бы он только был безобразным, так он же еще и небезопасным становится. Там спасательных служб нет, спасательных лодок нет, спасательных кругов нет. Так отдайте этот пляж в аренду предпринимателю. Большое число прибывающих в республику туристов ожидаемо влечет рост чрезвычайных происшествий. Автомобильная трагедия в Хунзахском районе – аварийное водохранилище, гибель туристов в городахской теснине. Большое число прибывающих в республику туристов ожидаемо влечет и рост чрезвычайных происшествий. Все это следствие организационных пробелов, считает Мельков. Поэтому нужно работать на опережение, а не реагировать по факту. Так замечанию получила администрация Ахтынского района. Древний Минарет в селе Фий серьезно пострадал от дождей еще в июне. Меры по предупреждению ЧП не приняты до сих пор. Я понимаю, что это прагматник федерального значения, но вы так и ничего не докладываете. У меня даже информации нет о том, что там трещины появились или там камни падают. Говорили и о пожарах. За последние 30 дней их в республике произошло более 280 случаев. Практика показывает, что не везде состояние воздушных линий электропередач соответствует нормативам. Возгорание, которое возникло на территории Цуманинского района 15 июля, тому подтверждение. В результате замыкания сгорело 4,5 гектара леса и более 145 тысяч рублей был нанесен ущерб. Наличие минерализованных полос и лесных противопожарных дорог – это то, зачем муниципалитеты должны следить особенно тщательно в этот период. По итогу работы комиссии были даны ряд поручений. Так, тургруппы теперь должны будут за 10 дней ставить в курс службы МЧС о своем графике посещений привлекательных и в то же время опасных маршрутов на территории региона. Вместо железной будки – новая школа. Власти Дагестана решат проблему учеников Саниартинской школы Тляратинского района. Образовательное учреждение было признано аварийным еще в 2018 году. Республиканские чиновники обратили внимание на проблему после обращения директора школы к Сергею Меликову с просьбой помочь в решении вопроса. Мой друг и коллега Руслан Алиевич, помимо Махачковой, на других территориях тоже проживает дагестанцы. И, соответственно, еще комфортные условия мы им должны создавать. В частности, например, селение Саниартинского района. Вот, например, главный корпус школы. Необходимо этот вопрос решить и сфере в текущего года несколько раз этот вопрос откладываться. В настоящее время в аварийной школе вынуждены учиться около 80 учеников. Для строительства нового объекта уже выбран участок. Подтверждены возможности подключения к коммуникациям. Осталось лишь найти источник финансирования. Это единственная программа федеральная, которая позволяет такие новокомплектные школы финансировать. Это программа по направлению и повышению устойчивости жилых домов на основных объектах для системы обеспечения в сейсмических районах Российской Федерации. И там у нас был расчет уже с индексами инфлятора на 2025 год. И там мы закладывали 201 миллион рублей. То есть у нас сегодня есть федеральная программа, в рамках которой мы можем получить 201 миллион рублей на советы этой школы, но в 2025-м в последующих годах. Либо мы включаем республиканскую инвестиционную программу в 2023 год. И это не стоит нам в 56 миллион рублей. К другим темам. Ремонтные работы продолжаются на автодороге Гуниб-Кумух. В настоящее время уложен асфальт на протяжении одного километра. Дорога связывает населенные пункты муниципалитета с райцентром столицы республики и с соседним Лакским районом. Также данный участок ведет к одной из самых популярных туристических локаций Дагестана – аулу-призраку Гамсутр. В рамках ремонта специалисты усилят основание дорожного полотна, проложат асфальт, обеспечат водоотвод и отремонтируют искусственные сооружения. Для безопасности передвижения установят ограждения из бетонных блоков, обновят дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку. Завершение работ на объекте запланировано на конец сентября текущего года. Как мы уже сообщали, в ходе ремонтных работ на участке автодороги Дулдук-Буршак Огульского района произошел обвал каменной массы на действующее кладбище населенного пункта Курак. Подрядная организация, выполняющая работы на объекте, взяла на себя обязательства по расчистке и восстановлению поврежденного участка. Важно, что в целях минимизации неудобства для населения уже подготовлена объездная дорога для автотранспорта. Работы на участке проходят с привлечением спецтехники. На участке дороги Дулдук-Буршак 5 километров ведутся подрядные организации ремонтной работы по их ущерению. В данном видах предусмотрены взрывные работы на несколько участках. Первый взрыв был произведен в окрестнице Курак непосредственной близости кладбища, действующего кладбища. В результате взрыва после схода скальных пород повреждены несколько могильных камней, действующих кладбища. Данная ситуация и глава администрации, и администрация села держит на контроле. Селению тоже все это объяснено, с чем это было связано. В подрядной организации даны гарантии прочистки и восстановлению поврежденных могильных камней. Нет повода для беспокойства, все у нас находится под контролем и постоянно на связи с главой администрации. В поселке Ленинкент продолжаются работы по реконструкции улицы Докуспаринской. Протяженность улицы более 2,5 километров. Строительно-монтажные работы проводятся на нескольких участках. На большей части уже завершены работы по прокладке ливневок. По словам специалистов, трудности реконструкции связаны с большим количеством подземных коммуникаций, установленных местными жителями ранее самовольно. На большей части улицы уже завершены работы по прокладке ливневой канализации. В нижней части улицы, где уже завершено строительство ливневой канализации, начали работы по укладке бордюрного камня. Также продолжаются работы по сносу заборов частных домовладений, вышедших на муниципальную землю и препятствующих строительству дороги. В ближайшее время мы приступаем к переносу опор линий электропередач, который на части улицы установлен прямо посередине проезжей части. Также будут переноситься газовые сети. Работа осложняется большим количеством подземных коммуникаций, которые были установлены жителями ранее. Вместе с тем осуществляется регулярный технический надзор всех этапов реконструкции улицы для обеспечения качества и своевременности проведения работы. Развитие зерновых культур в Дагестане и подготовка к зимней пассивной кампании. Эти и другие вопросы обсудили участники семинара, который прошел в региональном Росельхозцентре. На одной площадке собрались более 50 специалистов. Это ведущие эксперты и аграрии, а также сами сельхозтоваропроизводители. Основная цель мероприятия – изучение темы в формате вопрос-ответ и пояснения. Основная цель проведения таких семинаров для нас лично – это то, что мы собираем наших аграриев, сельхозтоваропроизводителей. В рамках вот этого мероприятия семинара они будут задавать какие-то вопросы, они будут слушать лекции. Они для себя извлекают, конечно, очень большой опыт, выгоду. Это будет прямой контакт, беседа, тут задают вопросы. Мы стремимся к тому, наша основная цель, чтобы сельхозтоваропроизводитель, наш, дагестанский, он получил ответы на свои вопросы, чтобы он был доволен на самом деле этим семинаром. И это позволит нам в дальнейшем тоже проводить такие мероприятия. Если мы видим, что от этого есть отдача, мы будем максимально организовывать такие мероприятия. И к новостям спорта. По одной бронзовой и серебряной медали выиграли дагестанские борцы-вольники на стартовавших в Турции исламских играх. Вторым призером соревнований в составе сборной команды Азербайджана стал Абубакр Абакаров. Бронзовую медаль в зачет сборной Узбекистана принес Магомед Ибрагимов. Последний также является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Соревнования борцов вольного стиля продолжатся поединками в оставшихся пяти весовых категориях. На медали претендует еще трое дагестанских легионеров, представляющих Азербайджан. Это Ислам Базарганов, Гаджамурад Амаров и Осман Нурмагомедов. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях. И до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова